МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходящую неделю в Ненецком округе можно смело называть неделей перезагрузки. Администрации региона принят ряд непопулярных мер, направленных на экономию бюджетных средств. Главные приоритеты бюджетной политики Ненецкого округа на ближайшую перспективу – зарплаты бюджетникам, достойный уровень жизни пенсионеров, предоставление помощи особо нуждающимся в ней жителям. В связи с этим глава региона Игорь Кошин сообщил о необходимости снижения расходов на госаппарат. В 2017 году зарплата чиновников снизится на 20%. Это решение позволит властям сохранить поддержку социально уязвимых групп населения – ветеранов Великой Отечественной войны, стариков, инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан. Губернатор округа, его заместители и государственные служащие региона будут зарабатывать меньше. С 1 января 2017 года заработные платы в госуправлении снизятся на 20%. О таком решении объявил глава региона Игорь Кошин и объяснил необходимость такого непростого и непопулярного решения. Финансовая ситуация становится сложнее. Из-за стремительно сократившихся доходов от нефти, от цен на нефть, дефицит бюджета округа составляет 41%. Коллеги, как вы считаете, мы для чего берем кредиты в банках? По сути, просто по одной простой причине. Потому что у нас нет денег. Нет денег, чтобы платить зарплату бюджетникам, учителям, врачам, работникам культурной сферы, ну и далее по списку, который вы знаете, гораздо лучше чем. Сегодня практически каждый четвертый рубль нашей доходной части взят в долг. Но самое неприятное, что даже этих денег на сегодняшний день недостаточно, чтобы осуществлять социальную поддержку нашим населениям. Для того, чтобы сделать меры соцподдержки молодежи и наших многодетных и уважаемых пенсионеров более адресными, мы сегодня вводим социальный образец. Остаются пенсионеры для доплаты к пенсиям, которые нам необходимо найти порядка 400 миллионов рублей. У большинства из вас родители живут здесь, поэтому вы знаете не по-настоящему, что эти деньги помогают нашим ветеранам покупать качественные продукты, следить за своим здоровьем, а самое важное помогает жить, а не выживать в условиях крайнего седера. Когда стало понятно, что нас ждет очень сложный 2017 год, в этом же зале я собрал руководителей департаментов и управления. и стало очевидно, что социальные выплаты спасет только наши с вами сокращения и людей, и заработных плат. 2,5 миллиарда рублей, которых мы тратим на собственное содержание, выходят за рамки всех мыслимых и немыслимых норм, принятых в нашей стране. было принято решение о сокращении на 20% денежного содержания всех сотрудников государственных органов власти в течение следующего 2017 года. Таких сложных, болезненных решений я не помню. Сначала моя работа. Но сложившаяся ситуация, иного выхода нет. И знаю, что вы со мной согласитесь. Снижение заработных плат чиновников и госслужащих вынужденная мера, отметил и заместитель руководителя аппарата администрации округа Павел Рахмелевич. Сохранение основных социальных обязательств округа и иных важнейших расходов возможно только в том числе и при условии снижения расходов на госаппарат. Эти меры предлагаются ввести на год. Общая экономия предполагается в размере 185 рублей. Повторюсь, принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на 20%. Речь идет о снижении премии, выплат за классный чин, единовременной помощи к отпуску. Последнее сократится с трех окладов до одной десятой. Сегодня администрация направляет в собрание депутатов пакет документов о внесении соответствующих изменений в ряд законов, регулирующих вопросы денежного содержания государственных гражданских служащих. Инициативу губернатора о сокращении зарплат госслужащих на 20% поддержал сенатор от Нинецкого округа Вадим Тюльпанов. По мнению члена Совета Федерации, региональные чиновники и в случае необходимости снижать расходы на содержание госаппарата. Вадим Тюльпанов напомнил, что к этим мерам уже прибегли и Государственная Дума, и Совет Федерации, и другие федеральные органы государственной власти. Из-за сложной экономической ситуации, которая возникла в нефтяном регионе вследствие внешней нестабильности на сырьевом рынке, необходимо прибегать к экстренным мерам. У округа два пути выхода из положения – федеральные трансферты и сокращение собственных издержек. Поэтому решение о сокращении зарплат госслужащих непопулярное, но необходимое. Также считаю, что федеральные ведомства, в частности, Министерство финансов Российской Федерации, должны при распределении федеральных трансфертов использовать особый подход в отношении таких субъектов, как НАО. Федеральный бюджет получает с территории округа ежегодно 50-70 миллиардов рублей в виде налогов. Сегодня пришло время протянуть руку помощи, подчеркнул Вадим Тюльпанов. Сэкономленные на чиновниках 200 миллионов рублей пойдут на выплату доплаты к пенсии, которая находится под угрозой из-за неравномерного поступления сократившихся в разы доходов. Законопроекты, сокращающие денежное содержание государственных гражданских служащих, направлены на рассмотрение в собрании депутатов округа. Окончательное решение будет принято депутатами на сессии 27 октября. А пока решение губернатора поддерживают жители Нинистского округа, которые тоже понимают, что происходит с экономикой округа. Я согласна. Путь прекратят. И прибавят простому рабочему классу, который технически работают, получают по 15 тысяч и семьи кормят. Не могу сказать. После того, что сейчас уже творится в округе, уже ничему не могу удивляться. Не могу ничего сказать. Потому что расстроены тем, что и у бюджетников падает зарплата. Причем очень прилично падает. Игорь Викторович, он не первый день губернатор округа, и человек в этом деле опытный. Если он так считает, значит, это действительно нужно. Все знают, что с бюджетом у нас дела обстоят не очень. Видимо, такие меры необходимы. Но будем верить в хорошее будущее, светлое. Есть и те, кто считает, что сокращение, несомненно, должно коснуться всех госслужащих, но не в равной степени. На самом деле, действительно, я полностью поддерживаю тут инициативу губернатора. Потому что в связи с таким сокращением бюджета думать, что все останутся при своих зарплатах просто не приходится. Единственное, я бы хотела тут свое мнение сказать о том, что, может быть, есть смысл подходить дифференцированно. То есть, предположим, начальству там снизить на больший процент ввиду больших доходов. Одна из первых мер, которые нужно было предпринимать, когда в округе замаячил кризис. Но при этом нужно помнить о том, что все-таки сокращением 20% всех зарплат есть же у нас специалисты, которые получают небольшие зарплаты. В основном, это молодежь. И это их, наверное, больно коснется. И, наверное, в первую очередь нужно все-таки речь вести о сокращении расходов. Возможно, сокращение численности чиновников. Напомню, в прошлом году, когда упала цена на нефть, все округ не получил трети запланированных средств от Харягинского СРП, главного источника доходов моноэкономики субъекта, администрация НАУ провела первую оптимизацию. На 10% были сокращены зарплаты, на 115 человек сократилось количество чиновников. Поиск скрытых резервов затронул все сферы управления. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Оптимизировать расходы, но сохранить адресную поддержку. В администрации округа принят еще ряд поправок, которые касаются сокращения расходов окружного бюджета. Особенно много изменений предполагается в сфере образования. Так, бесплатные кружки и секции будут частично оплачиваемы. Школьное горячее питание, которым Ненецкий округ славится на весь Северо-Запад, предлагается оставить только для некоторых категорий детей. Иными словами, планируя следующий финансовый год, окружным властям предстоит соблюсти баланс между экономией и социальными обязательствами. Никита редко бывает на работе у мамы. Сразу после занятий в школе идет на волейбол или в бассейн. Через две недели – соревнования по плаванию. И Никита переживает, что не успеет выздороветь и показать то, чему научился за время тренировок. Вообще Никита не любит сидеть дома и планирует записаться еще на две спортивные секции. Мне еще нравится хоккей. Он хороший, зато полезен для ног. А еще мне нравится секция футбол. Я на него раньше ходила в норд. И тоже для ног полезно. Потянет ли мама Никиты все четыре секции, пока неизвестно. Сложная финансовая ситуация в регионе вынуждает администрацию сокращать расходы на образование. Одну из самых финансируемых отраслей в округе. Так профильный департамент предлагает сделать частично платным дополнительное образование. Конечно, в условиях сегодняшних с понижениями заработных плат конечно, это будет нам тяжело. Ну, наверное, будет не три секции, а какая-то, может быть, одна или две. Будем искать пути, выхода из этой ситуации. Все равно ребенок, чем же ребенку еще заниматься. Конечно, будем возить, водить, чтобы не болтался по улице. Сегодня все дети до 18 лет включительно имеют возможность посещать неограниченное количество секций абсолютно бесплатно. Согласно нововведениям, 20% стоимости услуги будет платить родитель, 80% – округ. Стоимость услуг будет варьироваться в зависимости от направления. Так, самыми бюджетными будут занятия в домах детского творчества, самыми дорогими – в музыкальной школе. Спортивные секции по стоимости будут располагаться посередине. Родители уже подсчитывают, во сколько обойдутся семейному бюджету любимые кружки детей. У меня ребенок занимается не первый год, занимается в основном спортивными секциями, ходит на три секции. Вот сейчас, мы уже занимаемся второй год. И вчера мы с ним разговаривали на эту тему. Я ему предложила отказаться от одной секции. Он категорически против. Примерно посчитали, у нас получается, с учетом нагрузки и количества секций в неделю, у нас получается 3500. Мы смотрим по бюджету, если получится, будем ходить, если нет, то будем одной отказываться точно. Окружной администрации пришлось отказаться и от бесплатного горячего питания в школах. Исключение составят дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и другие льготные категории, которые сегодня составляют половину всех учащихся. Данная мера социальной поддержки славится за пределами региона, ведь это удовольствие дорогое. На школьные обеды округ тратит в среднем 230 миллионов рублей в год. Одна порция в среднем стоит 175 рублей. В рейтинге регионов по стоимости обедов Ненецкий округ находится на последних местах, рядом с Чукоткой и Магаданской областью. Подобный рейтинг составил портал agro2b.ru. Для обеда эксперты выбрали блюда, которые можно встретить в большинстве школьных столовых. Лидером по доступности школьного питания стала Липецкая область, где накормить одного ученика стоит в среднем 80 рублей 56 копеек. Родителям стоимость питания выходила примерно в 74 рубля в день, а для малообеспеченных семей – 27 рублей. Остальные затраты брала на себя администрация региона. На втором месте Курская область. Набор продуктов для приготовления школьного обеда можно приобрести в среднем за 80 рублей 61 копейку. Тройку лидеров закрывает Белгородская область. В 2016 году школьный обед в данном регионе в среднем обойдется в 80 рублей 82 копейки. В Белгородской области сохраняются невысокие цены на рыбу, мясо и овощи. В десятку также попали Республика Мордовия, Саратовская, Пензенская, Тамбовская, Астраханская, Воронежская и Рязанская области. В этих регионах стоимость обеда варьируется от 81 до 84 рублей. Самые дорогие школьные обеды зафиксированы на севере и Дальнем Востоке страны. В Сахалинской области обед для школьника стоит чуть более 143 рублей. В Якутии и Ямало-Ненецком округе – 157. Почти столько же на Камчатке. Лидерами антирейтинга по стоимости школьных обедов стали Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. На обсуждении социально значимого законопроекта заместитель председателя окружного собрания Татьяна Бадьян подтвердила – питание должно быть дифференцированным в зависимости от уровня доходов семьи. Однако нужно хорошо продумать механизм реализации этой меры. Такое же мнение выразил и главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Это надо предусмотреть, чтобы это проходило без определенных конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, как в отношении детей, чтобы классные руководители не травмировали детей, не говорили, что ваши родители не сдают за питание и прочее. Потому что такие моменты, они могут быть. То есть вот эти моменты необходимо все-таки реализацию, их как-то более тонко пройти и объяснить директорам, что это вынужденная мера, но тем не менее у родителей должен быть определенный выбор. Под урезание попали и расходы на поддержку молодых специалистов. Надбавки в 30 и 40 процентов предлагают отменить. При этом на заседании подчеркнули – подъемные для молодых педагогов и врачей, которые едут работать в село, останутся. 300 тысяч рублей для выпускников учреждений среднего профобразования, 500 тысяч – для вузов. Предлагаем исключить нормы, которые устанавливают персональную надбавку молодым специалистам в размере 30 процентов и 40 процентов, окончившим организацией профессионального образования и высшего образования. И также предлагаем исключить установление надбавки к должностному окладу в тарифной сетке с учетом фактической нагрузки за педагогический стаж. Почему мы это делаем на сегодня? Потому что сейчас в рамках нового порядка системы оплаты труда, нового положения, данные нормы запреплены в региональных нормативных актах. До 1 января 2018 года предлагается приостановить стипендии отличникам и подарок первоклассникам. В этом году 740 комплектов первоклассникам обошлись бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Леана Храпова напомнила – выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе – сохраняются. В этом году средства на покупку констоваров и одежды получат более 1300 детей. Сумма выплаты – 18 225 рублей на каждого ребенка. Окончательное решение по этим проектам будет принято на предстоящей сессии собрания депутатов в конце октября. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На мэра Наринмара Татьяну Федорову завели уголовное дело. Эта новость разлетелась по округу на уходящей неделе. Понедельник. А уже во вторник сама Татьяна Федорова рассказала суть дела. Пенсионеру просто вернули его же квартиру. А это стало предметом уголовного дела, которое возбуждено против мэра Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненисскому округу. Напомню, согласно официальной информации, ведомство глава города злоупотребила своими должностными полномочиями. По версии следствия, в 2013-2014 годах чиновник оказал содействие в получении знакомым, который не являлся нуждающимся в жилом помещении двухкомнатной квартиры из социального жилищного фонда. В последующем подозреваемая согласовала заявление о приватизации указанной квартиры, расположенной в городе Наринмар, стоимостью около 2,5 миллионов рублей, в связи с чем квартира выбыла из собственности администрации города и перешла в собственность заинтересованного лица. А теперь другая версия, которую изложила нам глава города Татьяна Фёдорова. Тем знакомым, о котором говорит Следственный комитет, является почётный гражданин Ненисского округа Фёдор Степанович Филиппов. Именно его квартира и стала фигурантом уголовного дела. Ещё в начале 90-х семья Филипповых построила кооперативную квартиру в городе Ульяновске. Затем в 92-м году постановлением город-администрации Фёдор Степанович обменял эту квартиру на квартиру в доме 5А по улице Евтысова. Это подтверждено официальными документами. Все они имеются в администрации Наринмара. Давайте первое. Обмен произведён между Степаном Владимиром Егорычем. О том, что Степану Владимиром Егорычу в 90-м году было предоставлено авиапредприятиям, не муниципалитетам, авиапредприятиям Евтысова-2. Вот я просто хочу, чтобы вы просто взяли и посмотрели. Именно эту квартиру Степанов и обменял на квартиру Филипповых в Ульяновске, о чём гласит обменный ордер. Это обменный ордер Степанова и Филиппов Ульяновск. Ульяновск на город Наринмара. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели со своей стороны. Дальше. У Филипповых находится в Ульяновске, Ульяновск от Равной, выдан Ордер Ульяновским городским советом на состав семьи. Значит, я вот здесь, если я посмотрю, посмотрите, пожалуйста. В состав семьи два сына и точно так же в состав семьи входят два сына. Тут чисто для обзора я вам показываю. Но эти доверенности, я думаю, это не имеет значения. Дальше я вам показываю. Администрация города Наринмара разрешает Степана Владимировича обвинением в ведомственную квартиру города Наринмара по улице Евтысова с Филипповым Филипповым на кооперативную квартиру города Ульяновск. Документы были. Обменяв свою квартиру в Ульяновске, семья Филипповых получила ордер на квартиру в Наринмаре. Напомню, всё происходило в начале 90-х, поэтому ордер был главным законным документом. Но история на этом не закончилась. В 2013 году скоропостижно скончался один из двух сыновей Фёдора Степановича Сергей, который на тот момент проживал в квартире Наринмара. Ничего из документов, кроме того самого ордера, к этому моменту у семьи на руках не было. С этой проблемой Фёдор Степанович и обратился к главе города Татьяне Фёдоровой с тем, чтобы заключить с городом договор социального найма. Я ему ответила, Фёдор Степанович, но с моей стороны возражений нет. Мы только запросим документы, так ли это, действительно вы построили квартиры в Ульяновске и действительно ли были документы, подтверждающие вам разрешили обмен. После этого мы с вами, у меня возражений нет, коли ваша семья, коли ваш сын там проживал, коли если действительно, что был обмен, кооперативная квартира на городе Наринмаре, мы безусловно их работ узаконим». И узаконили. В январе 2014 года было подписано постановление городской администрации о заключении с Фёдором Степановичем Филипповым договора социального найма с включением в него другого сына Александра. «На основании уже действующих документов, типового договора, ордера на живое помещение, со стороны администрации было издано постановление о заключении договора социального найма. Не предоставление, а именно заключение на основании документов, которые вам предоставлены. То бишь, со стороны администрации города, на наш взгляд, нарушений действующего законодательства не усматриваются». После заключения договора социального найма Филипповы подали заявление с просьбой разрешить им приватизацию своей же квартиры, которой фактически владели вот уже 22 года. Все документы, подтверждающие вышеизложенное, мэрия города направила в Следственный комитет ещё в конце сентября. Между тем, Следственный комитет России по Архангельской области и Неницкому округу возбудил против Татьяны Фёдоровой уголовное дело, обвиняя её в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Вадим Сосёк, Телеканал «Север». На этом всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе и городе, есть на нашем сайте по адресу торгосевер.ру. До встречи через неделю.